Всем привет! Это Карманный ураган. Мы продолжаем свое путешествие по пути Сантьяго. И вчера мы добрались до городка Баамонды, где заночевали в огромном альберге, аж на 120 мест. Время 9 часов утра, снова пасмурно. Даже капает небольшой дождик, но достаточно тепло. Это вот в альберге внутренний дворик такой. Столики уже все ушли, мы, как всегда, выходим последние. Зато мы спокойненько пьем чаек на кухне, не толкаемся, нам никто не мешает. Вот мы вышли из альберги. Столбы показывают, что нам остается меньше 100 километров до Сантьяго до Компостела. Финишная прямая практически. Туман, пасмурно. И никого. А вот и наш столбик, который говорит о том, что осталось нам меньше 100 километров. 99-118 до нашей цели. Трафик нулевой. А здесь уже видно прямо осень. Но я думаю, днем еще выйдет солнышко и будет тепло. Сантьяго наконец-то увел нас с трассы. Мы перешли через железнодорожные пути. И теперь переходим через старый каменный мост. Куда-то в лес. С моста открываются вот такие вот виды. Небольшая плотинка. И дальше лес, лес, лес. Да, путь Сантьяго зовел нас в какое-то полное средневековье. Лес, глушь, пасмурно. И какая-то старая часовня впереди. Все поросло мхом. Вот здесь вот фонтанчик. Видно, что он старый такой с крестом. И часовня. Скорее всего, она не работает. Готичненько. Да, часовня, естественно, закрыта. Видно, что она прямо очень старая. Вон, чьи-то ботинки наверху на ветке висят. Непонятно, кто их оставил и зачем. Наверное, решил дальше идти босиком. Мощновато. Здесь, конечно, место. Заброшены средневековые часовни. Лес поросшим хом весь. Еще и пасмурно. Вот, посмотрите, какая дорога. Тоже видно старая. Выложена камнями. Тропа. И вокруг поросшим хом тоже камни. Вот куда-то туда мы и идем. Мы пришли вот к такой развилочке. Здесь висят карты. Можно посмотреть, как идут оба пути. Где они сходятся. И мы сейчас будем решать, куда пойдем мы. На правую пойдешь 86-49 остается. Налево пойдешь 95-383. В общем, мы решили пойти более длинной дорогой. То есть мы повернули налево. Потому что по правой дороге ближайшие альберги будет только практически через 30 километров. А по левой там будет через 7. Потом еще через 11. Ну, в общем, будут варианты. Так что идем мы лесом. Последний домик. И мы заходим в темный лес. Лес быстро сменился в деревне. А тут опять вот такие домишки. Хобичьи и норы. Непонятно, кто в них живет. Полуглухие какие-то поселочки. Полупустые. А вот опять эти построечки. Галисийские. Галисийские хозблоки. Которые мне очень напоминают Ликийские саркофаги. На Ликийской тропе в Турции. По форме очень похожи. Особенно, когда из камня сделаны вот эти постройки. Прям-таки гробница. Ну вот, например, чем не саркофаг. Только что деревянные стенки говорят о том, что вряд ли там лежит трупик. А по форме очень даже напоминают. Так, а вот охрана. Интеллигентная. Пока еще не полаяла ни разу. Возле очередного столба. Не бойся, малыш. На столбе. 91 и 3 восьмерки. Не бойся. А вот, кстати, старая-старая, уж не знаю, сколько ей десятков, а может и сотен лет, постирочная. Старая праздничная. Но если в Астурии они были такие оборудованные, что ли, ну, в домике, то в Галисе это выглядит вот так. Сейчас уже, конечно, все поросло мхом, и никто здесь ничего не стирает. Но когда-то здесь местные тетушки, бабушки ходили с бельем. Что-то вас тут слишком много. В лесу мы наткнулись вот на такую табличку. Смотрите, кто тут водится. Как раз мы туда и идем. Поэтому, если репортаж оборвется, вы будете знать по какой причине. А здесь мы нашли прекрасное местечко, чтобы посидеть, попить чайку. что мы уже и сделали, поэтому двигаемся дальше. Друзья, мы сейчас забрели в такое интересное местечко. Тут играет музычка, всякие персонажи сидят. Даже есть колесо Майя. Смотрите. А еще здесь ставят штамп очень необычный в наш паспорт пилигрима. Сейчас я покажу, какой. Так, вот этот, дяденька, сейчас будет ставить мне штамп. Смотрите. вешенцем, вешенцем. Вешенец. Вешенцем. Смотрите. вот теперь у меня красуется крест тамплиеров так ребятки это еще не все этот добрый человек пригласил нас к себе в дом и у него здесь в холле вот такой вот мини музей здесь только всего интересного всякие майянские штуки я не пойму с чего это сделано это из камня да это камень ну вот это из дерева тут самые самые разные разные традиции здесь из мрамора смотрите из мрамора кушечки кресты интересно очень а вот тут даже целый стоп смотрите так он вам пожалуйста и месопотамия всякие разные книжки видимо разных культур гитара и даже шкура похоже что кабана да бедный хрюшка но не будем о грустном смотрим экспонаты посмотрите какой камин тут у него вообще здорово молодец творческий человек вот такое вот интересное местечко вот так вот он его дом новыми не пройдете потому что здесь висит вот такая табличка играет музыка в общем-то волкам как говорится мы идем дальше так а вот здесь вот эта построечка галисийский хозблок встроена в дом посмотрите к ней потом сделали стену пристроили и она вот так спряталась а вот вам и опять барашки барашка негро и барашка бланка опять-таки превосходный ландшафтный дизайн у испанцев все чистенько все аккуратненько все стрижено вот такой уют такое классное дерево кстати это платан а у нас потихонечку между тем начинает теплеть и светлеть проглядывается солнышко потихонечку туча рассеивается вот мы уже идем в футболочках поэтому все замечательно мы пришли в населенный пункт с названием мираз здесь вот такой вот замок старый но туда не попасть внутрь потому что на двери табличка частная собственность здесь я вижу как здорово дом зарос виноградом красным такие осенние цвета очень здорово очень уютно смотрится вот вам опять галисийский хозблок на этот раз даже с крестами но кто не знает правда может подумать что это какой-нибудь саркофаг или усыпальница но на самом деле нет ну вот смотрите друзья есть вариант остаться в миразе здесь есть два альберги альберги для пилигримов муниципальный вот до него 50 метров и альберги еще есть частный вот а до компостелы отсюда остается 85 736 но мы все-таки пойдем дальше пойдем до роксики нам еще 10 километров осталось со спуском причем поэтому погодка хорошая сейчас настало солнышко вышло и мы по уносим двигаться дальше вот в миразе тоже отличная зона для отдыха и фонтанчик с питьевой водой мы сейчас наберем водички стоило нам только выйти из мираза как мы попали вот в такое вот место которое сразу же напомнило нам мистическую гору ваттавара в карелии ландшафты очень похожие пустырь камни сейдов пока только не видно очень красивые места вот огромный валун теплый в очередной раз восхищаюсь красотой сантьяго норта очень необычные пейзажи снова кругом не так разжариваю что пришлось переодеться в майку и шорты сейчас покажу какая тут вопрос красота вот вот Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот поэтому так мы и сделаем Но вы имейте ввиду, что такое вот может быть Вот, что альберги могут быть закрыты Поэтому нужно рассчитывать тоже приблизительно Своей силой Ну что, друзья, мы наконец-то добрались до альберги До другого Это альберги муниципальный Хотя выглядит он как супер модный такой проект Вот, видно, что построено недавно Вокруг глуш Нет ни одного магазина В ближайших 15 километрах Но нам сказали, что вот в этом доме Втихаря, как говорится Просто человек торгует Вот, то есть кому что-то надо Те идут к нему домой И там у него типа мини-маркет Вот, но у нас есть запас продуктов Поэтому мы туда вряд ли пойдем Сейчас зайдем в альберги И я покажу, как там все сделано А еще, кстати, здесь нет интернета Нет Wi-Fi И у меня к тому же еще не ловит телефон То есть еще и 4G Поэтому мы здесь вот на фоне мычания коров В глухом селе Отдохнем от гаджетов Вот такие вот у нас виды из альберги Скамеечка Вот там кухня очень светлая Приятная кухня Здесь есть плита, мойка Есть микроны, холодильник Вот так вот здесь прекрасно Кстати, здесь остановилось пока что Только четверо португальцев Кроме нас Больше никого нет Для девочек душ и туалет Горячая вода есть Везде, как видите, такие стекла Окна в пол Поэтому все очень светло И вот такой вот хабитасьон Одеял тоже нет Но постельное белье выдают Одноразовое везде Вон они уже Португальцы куда-то Почапали Так Куда-то они пошли Что-то собирать Что-то они ломятся Ну-ка, ну-ка Они ломятся Открывают Вон там проволока колючая Они открывают Сейчас, ага Так У них в руках пакет Значит они идут что-то собирать Что же они будут собирать? Интрига Так, друзья Кажется, я догадалась Они собирают грибы Ну, в общем, когда они вернутся Я вам обязательно покажу Что у них в мешке Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok